Павловский автомобильный завод участвует в национальном проекте образования с 2006 года. Школьные модификации автобуса унифицированы с желтой окраски, известной от Калининграда до Сахалина. Но такого в истории завода еще не было, чтобы к их продукции возникли нарекания, тем более к техническим характеристикам основной и самой популярной модели завода. В связи с прокурорской проверкой было выявлено, что некорректно установлено сидение, и поэтому, по мнению прокуратуры, автобус эксплуатировать было нельзя. Вы с этим не согласны? Нет. Дело в том, что мы произвели замеры своим сертифицированным, гасированным инструментом, согласно ГОСТов. И эти замеры показали, что автобусы, что сидения установлены согласно конструкторской документации. То есть именно так, как и должны. Специалисты из Павлова приехали в Коряжму в минувшую среду, специально по приглашению директора школы Ирины Кувардиной, дабы отстоять свою правоту перед представителями Коряжемской прокуратуры. Приехали не с пустыми руками, с сертифицированным оборудованием, с помощью которого продемонстрировали все необходимые замеры. Шаблон изготовлен с размером высокоточным. Мы его устанавливаем таким образом, что у нас получается снизу 55 мм. Находим осевую линию, делаем тут отметочки, и, соответственно, в этом месте прикладываем шаблон. И за счет этого видим, что у нас есть достаточно большой зазорчик. Вот здесь вот, пожалуйста, посмотрите. Эти замеры убедили и прокуратуру. Кресло в салоне школьного автобуса действительно соответствует нормам безопасности. Как пояснил нам старший помощник прокурора Дмитрий Чечерин, были выявлены и другие незначительные нарушения. Автобус эксплуатировался с одной, а не двумя аптечками, а глухая перегородка закрывала водителю обзор салона. Школа устранила эти замечания в добровольном порядке. В связи с чем прокуратура вынуждена была отозвать свой иск. Представители Павловского автомобильного завода вернулись домой с легким сердцем. Их репутация не пострадала. Доволен и директор шестой школы. Сомневаться в безопасности перевозки детей нет причин.